Сегодня в программе Здесь живут люди творческие и все с чувством юмора Папа, мама, дочка Все постоянно что-то придумывают, сочиняют, снимают Даже их питомцев бог чувством юмора не обидел Прямо сейчас нас пригласили в гости в семью Бандуриных Что ж, узнаем, что у них интересного происходит Здравствуйте! Ой, здравствуйте! Сергей! Здравствуйте, Николай, очень приятно Очень приятно Можно сразу к чаю? Да, как раз здесь стояла специальная чашечка Потому что мы же не знали, один вы продеваете, а не втроем Спасибо, спасибо Николай, пока раскладывается шарлотка по тарелкам Расскажите про свою семью Познакомьтесь с ней Ну что ж, я охотно это сделаю, с особым удовольствием Это вот существо, раскладывающее шарлотку Это моя жена, который зовут Марина А существо, которое ему шарлотку еще не положили Жадно смотрит А, вот это дочка Катя Представить можно и по-другому Катя – выпускница в ГИКа Недавно по ее сценарию сняли фильм из шести серий Марина – бессменный продюсер Николая Ну а сам Николай называет себя скромно Просто артист На самом деле он и композитор, и автор смешных куплетов И человек с гармошкой, известный миллионам зрителей А еще гостеприимный хозяин дома, где много питомцев Большое вам спасибо за чай, но мне не терпится познакомиться с четвероногими обитателями вашего дома Пойдемте посмотрим на него Давайте сделаем это Пойдемте Вот туда Проходим Привет А вот и он Ну теперь знакомьте, кто это? Это собака Дрема Это откуда такое интересное название? А, мы его привезли издалека Издалека С Дона Мы были на Дону на свадьбе моего музыканта Там у него в деревне собака Ощенилась, у него было два щенка Вот мы одного из них взяли И всю дорогу обратно, это 400 с лишним километров Он у нас в коробочке дремал Дремал Ехали, имя придумывали А зачем придумывают? Он дремлет, вот Дрема и есть Вот кто знал, что вырастет таким суетливым, когда будет уже постарше Вы знаете, в отдельных домах принято собак сидеть в красивой будке А у вас почему-то будки нет У него роскошная будка Ну, он же ж у нас хитрый Он стал прикидываться, страдать, что ему там тоскливо, что ему одиноко Он так подскуливал В общем, правдами-неправдами, он живет здесь Прикидываться несчастным Дрема прекрасно умеет Он с самого детства настоящий актер Когда щенка привезли, Марина категорически отказалась пускать его в дом Была убеждена, собаке место на улице Хитрость и талант помогли Дреме пробраться сначала в прихожую, а далее везде Теперь он вхож даже в гостиную На диванах поваляться это вряд ли А вот попрыгать и поиграть и хозяев позабавить Дреме разрешается Тем более, что играет пес с полной самоотдачей Нет, а теперь так же с тобой Смотри Сидеть Нет Такие игрища лучше обходить стороной В этом убеждены коты Бондуренных С Дремой они не дружат Предпочитают держаться кошачьего сообщества А хозяйкой признают только Марину Марина, я к вам теперь Здрасте, да, еще раз Вот это ваше существо? Да, это вот полностью мой Он меня слушается, он даже вот совершенно спокойно Он знает, я ему сказала лежать, он лежит Как зовут? Его зовут Басик Но сначала его звали Бакс А, это тот легендарный Бакс Да, и он 93-го года рождения, ему 16 уже лет с лишним Откуда такое интересное имя Бакс? Ну это Коля назвал, потому что в то время, во-первых, все брали зарплату в баксах И этот кот так быстро рос Ну и ему надеялось, что его зар... он надеялся, что его зарплата будет так же быстро расти, как и кот Поэтому его назвали Баксом Надежды оправдались? Ну в общем, я не могу, пожалуй Доллар упал Сейчас он упал, да, чуть-чуть Ну поэтому мы его уже теперь называем просто Басиком Скажите, вот вообще, наверняка в семье юмористов не так весело, как рисуют воображение Нет, у нас весело Весело? У нас весело Хотя другой юмор совершенно с животными Когда они играют, это все, это самое большое счастье, когда они играют А это спальня Но здесь спят не мама с папой, а наши питомцы Вот это вот, уже известный вам Басик А вот здесь вот Шурик Я его обычно не тревожу, когда он спит Но сейчас специально ради вас Опа Вылезай Шурик мог бы выиграть все конкурсы кошачьей красоты Но артистизма не хватает Он кот нелюдимый В публичной жизни предпочитает общество Басика Они дружат, они друг с другом вместе охотятся Басик ему всему научил Как охотиться за мышками, как охотиться за птичками Куда нужно даже в туалет ходить Всему его с детства воспитывал Вот, и они теперь дружат, не разлей вода Вместе вот даже спят на одной крови Третий кот Кеша совсем не Соня Напротив, самый активный и самый независимый Талантами он никакими не обременен Но к проблеме питания подходит, как самый звездный артист Никакого корма Только пюре из курицы с овощами Да чтобы личный повар угождал Сама Катерина За это готов позволить хозяйке все, что угодно За удивительным занятием я достал Катерину Сейчас готовится к купанию ее любимый кот И то не просто будет купаться А будет принимать ванну джапку Для чего? Она, собственно, специально для него здесь и построена Да, размерчик королевский Купаться Кеша не любит Но терпит Ведь звезде не положено плохо пахнуть Тем паче лысые кошки не умеют себя вылизывать Ну как тебе? Живется друг мой Сейчас тебя намылят Ему сейчас живется не очень Я когда напишу свой сценарий Я ему обязательно первым делом читаю Он у меня его слушает Если он засыпает, так слушает, мирно сидит у меня на ручках Значит, сценарий удался А если он убегает, фыркает, порчит, значит, что-то у меня не получилось Значит, я кореписываю А если в сценарии появляется, допустим, какая-то юмористическая сцена Как кот на это реагирует? Ну, юмор мне нравится Он под юмор особенно громко спит И, на самом деле, особенно громко храпит Но никто не обижается Нормальное отношение к смешному в семье Где и без того у всех повышенное чувство юмора А животные на ваше творчество влияют? Можете ли что-то исполнить? Да, конечно Из кошачьей собачьего Вот кошачьего пока нет А про собачек написал Сейчас даже могу попробовать намурлыкать Намурлыкать песенку о собачке Она называется у меня «Терьер» такая Желтой терьер Малюсенькая крошка Весь двор над ним подшучивал немножко Гляди, какой гуляет Гулливер А он был маленький, но все-таки терьер И знали все дворовые собаки Он не боялся ни врагов, ни драки Не важен был соперника размер Ведь он был маленький, но все-таки терьер Вот такой дом Такая семья, где знают секрет хорошего самочувствия И все потому, что здесь много творчества И много любви И к людям, и к животным Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok